Я спрошу наоборот, кто не знает песню о молитве, о молитве в жизни Бога? Есть такие, кто эту песню не знает? Ну, понятно, да? А знаете, кто ее написал? Я много людей видел, которые были уверены, что это Лермонтов. Я сам так думал, ну чего, признаюсь, сам так думал долгое время. Вы бы хотели увидеть этого человека? Я не имею в виду Лермонтова сейчас, а того, кто на самом деле написал. Давайте сначала ее споем. У нас есть слова, братья высветят. Мы покажем, что мы ее знаем. Или ты сыграешь, ты знаешь ее? Да, пусть он играет, я спокойней. Он знает, какие песни мне надо. Давайте мы ее споем. Это чудесная песня, неприходящая. Давайте встанем. Умолитва, умолитва, жизнь его родная дана. С твердой жизни среди битвы Поднимала ты меня. Песня. 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 ПЕСНЯ 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 «Когда в темные ночи, собираясь в дороге, я с тревогой в душе уходил далеко. Обычное дело – желать людям счастья во всякие дни торжества». Я очень сомневаюсь, что здесь есть люди, которые не знают этих песен. Но все эти песни кем-то написаны. И сейчас мне очень приятно пригласить сюда автора. Этих слов Анну Велик. Странно. Пожалуйста, пройдите сюда. Она такая же, как и Яков Давыдович, скромная. Их сюда не вытащишь никаким образом. Вот такая маленькая, хрупкая. Приветствую вас. Благословение. Посмотрите, сколько вас любят людей, которые знают то, что вы пишете наизусть. Это ваш микрофон. Можете сюда пройти, вам тут удобнее будет. Да? Я потеснюсь. Вот. Это Анна Велик. Автор многих-многих стихов. Что-то я в два микрофона уже стал говорить. Это все от переживания. Да. Пожалуйста, у вас, может быть, два слова есть, где вы сейчас живете. Но она наша здесь, в Германии. И ваше стихотворение, пожалуйста, из стран. Сначала по словам, что сейчас брат Андреев говорил, хочу ответить четверостищим, которое написало как молитву Господу. Ты мог вложить мое перо совсем в другие руки, дать вдохновение мое и творческие муки другому, лучшему меня. Но ты явил мне милость, чтобы эта благодать твоя через меня струилась. Я живу, как мы уже говорили, в Шварцвальде, город Гаганал. Я приехала с моим братишкой, с сестрой, кузиной. А вообще в семье нас много. Большая многодетная семья. По милости Божьей, по милости Божьей, пишу. Слава Богу. Мне предложили прочитать стихотворение. Я думала, что же я прочитаю. Стихов-то очень много. И Бог положил мне на сердце прочитать просто самое последнее стихотворение, которое я написала буквально уже сейчас в ноябре месяце. Оно называется «Под покровом». На днях в автодорожной катастрофе погиб подросток наших близких, внук. Всего страшней он не был на Голгофе, хоть бабушкиных слов он слышал стук. Сжимается душа от боли, сжимается душа от боли жгучей. Плачут херувимы о душах, что идут бездумно в ад. О, как в наш век сердцам нужна защита от тьмы нависших над землею туч. Слепит умы безнравственностью свитый, направленный из преисподней луч. Псалом все повторяем, девяностый, и просим небо души осенить, чтоб их от липнущих грехов коросты под кровом всемогущего сокрыть. Серьезное несет предупреждение пророк Исайя пятую главой о том, что Бог отнимет ограждение там, где земля плод не приносит свой. Прости, Господь, не отними ограды, врагу на разорение не оставь. Учи нас мудрости жить так, как надо, от суеты к духовному направь. Судьба родных от этого зависит. Господь, что можно сделать? Помоги. От тьмы, что над землей петлею виснет, по милости детей убереги. Дай сеять жизнью доброту смирения, благоволения Твоего искать, чтоб семьи наши в каждом поколении святая осеняла благодать. Аминь. Благодарим сердечно, странно. Вам, конечно, не 80 лет, 18, я понимаю, как женщина. Но мы хотели оставить вам на память тоже такую кружечку с вашей книгой «Призвание». Книга стихов, когда будете пить кофе. Вспоминайте нашу конференцию и христианскую газету. Спасибо вам за ваш труд. Теперь вы знаете все. Можете поздороваться и потом руку не мыть неделю, чтобы вы с Анной Велик здоровались. И с Яковом Левиным тоже. Спасибо вам. Спасибо огромное. Спасибо. Спасибо. Спасибо.